Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной? Лично я – нет. В силу своего скептицизма я убеждена, что рано или поздно между ярыми друзьями противоположного пола все же возникнут чувства романтического характера. Появится друг другу сексуальное влечение. С одной стороны, это и неплохо, но только при условии, что данное влечение не пересекается и не нарушает статьи Уголовного кодекса. Яркий пример такой неправильной дружбы между представителями противоположного пола с сексуальным влечением произошел в одном из колымских поселков. В один из вечеров подвыпивший и ранее судимый друг пришел в гости к своей подруге и начал ей уделять знаки внимания. Все бы ничего, вот только парню 19 лет, а его подружке еще и 14 не исполнилось. 7 августа текущего года обвиняемый, находясь в квартире со своей знакомой несовершеннолетней и достоверно зная о ее возрасте, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Следствием проведен необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, который позволил достоверно установить обстоятельства совершенного преступления. В ходе допроса по существу обвинения мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время собраны достаточно объем доказательств, в связи с чем уголовное дело передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждении ввинительного заключения. Мужчине предстоит ответить по статье 132, часть 4, пункт Б Уголовного кодекса Российской Федерации. Действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. И если суд признает его виновным, то ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Продолжение следует...